Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и в ритме страсти, специальный выпуск «Танец сближает». В этом эпизоде вы увидите один из вариантов развития событий, вы стали судьей танцевальных конкурсов. Я смотрю, ты хорошо тут устроилась без меня. Первое время было тяжело, но я справилась. Нью-Йорк, полтора года спустя. Молли небрежно закидывала свои вещи в шкаф. Да уж, хозяйка из тебя так себе. Нечего мне больше делать, как вести хозяйство. Мне скоро 20 лет, я должна ходить на тусовки, проводить время с друзьями и отдыхать от всех забот. Я... О, хороший вопрос. Поддержать нужно так 50 на 50. Поддержать, но все-таки дать понять, что от хозяйства никуда не убежать. Жалко, что нету третьего варианта. Я, наверное, все-таки спущу ее с небес на землю. Я в твои годы работала, не покладая рук, и занималась воспитанием сестры. И знаешь ли, не жаловалась? Молли закатила глаза, но продолжила в хаотичном порядке заталкивать вещи на полке. Я другого ответа не ожидала. Лучше расскажи, как вы тут вдвоем? У вас с Генри все хорошо? На лице Молли засияла улыбка. Она отложила стопку футболок и присела рядом со старшей сестрой. О, так она еще и с парнем живет. Ну, тем более, надо как-то учиться порядку. Знаешь, на удивление, да? Порой мне кажется, что я не заслуживаю этого человека. Он помогает мне во всем, ухаживает за мной, прислушивается к моему мнению. Мишель усмехнулась и задала прямой вопрос. Ты счастлива? Наступила недолгая пауза. Я еще никогда не была настолько счастливой. Так, с вещами покончено. Я готова заняться тобой. Молли с энтузиазмом разложила свой арсенал у зеркала. Как в старые добрые, да? Это все ради одной прически? А ты что хотела? Вы с ребятами столько не виделись. Ты должна блистать. Платье наденешь после того, как я закончу. Молли принялась колдовать над волосами сестры. Мишель откинула голову назад, погружаясь в приятные воспоминания. Они сидели в уютном кафе, которое им посоветовала сестра. В ожидании своего заказа пара говорила обо всем на свете. О карьере, семье, друзьях. Хиро не отпускал ее руку, не отрывал взгляда от ее лица и внимательно слушал. Кажется, скоро стоит навестить твою семью. Думаешь? Перелет достаточно долгий, ты же очень тяжело его переносишь. Знаю, но это день рождения твоей бабушки. Я не могу отпустить тебя одного, очень хочу ее увидеть. Он улыбнулся и погладил холодные костяшки девушки, стараясь их согреть. Каждый раз, когда они были наедине, они не замечали никого вокруг. Я всегда хочу, чтобы ты была рядом, так что буду счастлив, если ты полетишь со мной. О, Хиро, как же я скучала по нему. Мишель засияла от радости и крепче сжала руку Хиро. Я закончила. Эй, ты что, уснула там? Мишель покачала головой и наклонилась к зеркалу, разглядывая обновленное отражение. Шикарно, спасибо большое. Молли нежно обняла сестру за талию. На самом деле я скучала. Девушка прижала сестру к себе. Я постараюсь навещать тебя почаще. Но и ты не забывай, хотя бы звони. Мишель взяла подготовленное платье и аккуратно его надела, стараясь не повредить прическу. Сестра помогла ей с застежкой. Перед зеркалом стояла роскошная женщина. Такое яркое, давно тебя в таком не видела. Сегодня особенный день, и ты сама говорила, что я должна блистать. Молли, как ты думаешь? Я сильно изменилась. В каком плане? Она удивленно покосилась на сестру. Я сильно изменилась после последней встречи с ними. Ну, только внешне слегка постарела. Эй! Мишель выпучила глаза, резко развернулась к Молли. Шучу, шучу! Я серьезно спрашиваю. Молли потерла плечо сестры, успокаивая. Ты осталась такой же, дорогая. Кресло судей тебя ни капли не изменило. Напомни, куда вы собрались? Мишель подошла к комоду, чтобы рассмотреть разложенные на нем украшения. В какой-то пафосный клуб в центре города. Она взяла подходящие сережки, прищурилась и попыталась найти застежку. Там будет выступление, а потом частная вечеринка. Сносно? А кто выступает? Да так. Мишель взглянула на себя в отражении, невольно переносясь в не столь далекое прошлое. За пару дней до этого Мишель прилетела на неделю в Нью-Йорк, чтобы навестить сестру и встретиться с друзьями. Во время этого маленького отпуска она могла не думать о важных решениях, конкурсах и судействе. Прогуливаясь по магазинам, она случайно вышла на незнакомую улицу. Ее привлекла музыка, которая становилась все громче с каждым шагом. Интересно, что там? Любопытство взяла вверх, и она продолжила идти. Мишель увидела уличных танцоров. Они отдавались ритму танца, не замечая никого вокруг. Самое интересное, что они выбрали микс и не ограничивались одним стилем. С каждым их движением она подмечала для себя что-то новое. Она следила за танцорами, не в силах отвести от них взгляд. Она не могла не вспомнить своих ребят в самом начале пути, которые и потолкнули ее к смешиванию стилей. Но здесь был другой уровень, при этом достаточно высокий. Когда музыка смолкла, Мишель увидела, что она была единственным наблюдателем, и тут же оробела. Эй, вы как здесь оказались? Я не могла пройти мимо. Музыка так и зазывала сюда. Я не могла пройти мимо. Танцор удивлен, но улыбнулся. Обычно многие так и делают, но вы остались до конца. Пожалуй, это комплимент моим ребятам. Он протянул руку девушке. Я Лукас, а вы? Меня зовут Мишель. Она пожала ему руку. Лукас прищурился, вглядываясь в лицо девушки. Стоп, Мишель? Та самая Мишель? Допустим. Вижу, что лицо знакомое, но не был до конца уверен. И не хотел казаться странным, но, боже мой, в жизни вы совсем иначе выглядите. Парень прижал ладони к лицу. Вы не представляете, как я рад встретиться с вами. Ребят, идите сюда скорей. Остальные члены команды подошли к нему. Что случилось? Знакомьтесь, это Мишель. Она участвовала во многих конкурсах, после чего взяла отдых на пару лет. А теперь она судья. Было видно, что они не особо помнят девушку, но рассказ Лукаса заставил их приглядеться к ней внимательнее. Челси, я тебе рассказывал о ней, помнишь? Теперь припоминаю. Но хмуришься-то чего? Вы его герой, Мишель. Мотивируйте его, а он нас. Ваше выступление – это нечто. Почему бы вам не принять участие в каком-нибудь конкурсе? Мы танцуем не ради выигрышей или славы, а для себя. Это часть нашей жизни. Я уже это слышала. Танцы – это вся моя жизнь. Я всегда хотел стремиться к большему, очень часто занимался разными стилями, пробовал себя в чем-то новом. Лукас неуверенно отвернулся. Я предлагал им попробовать что-то большее, но, увы. Я хочу привести нашу команду к победе и доказать, что у нас есть шанс пробиться к вершине. О, Орландо. Я должен вести ребят к победе. А если этого не произошло, значит, именно я сделал что-то не так. Как же они напоминают мне моих друзей. Лукас, ну все, прекращай. А что если... Знаю, возможно, вы меня не послушаете, но все же... Такой талант нельзя скрывать. Танцоры, которые и рядом с вами не стояли, пробивают себе дорогу к славе. Почему вы отказываете себе в возможностях? Это я вам как судья говорю. Танцоры явно опешили. Давайте так. Я в курсе, что в городе скоро будет проходить конкурс. У меня есть связи, и я смогу протолкнуть вас и освободить место для вашего выступления. Покажите себя не ради денег и славы, а ради мотивации для всех остальных. Это абсурд. У нас даже танца нет. Тоже верно. Мы не успеем. Я могу помочь. У вас есть готовые связки. Мы соединим их между собой и получим крутой номер. Мы можем переговорить между собой. Ну, такие интересные, вроде им каждый день такое предлагают. Да, конечно. Мишель отошла от ребят на пару шагов, искренне надеясь, что они прислушались к ней. Сначала она слышала приглушенный шепот, который иногда прерывался звонкими возгласами. Вероятно, кто-то был категоричен и вовсе не хотел участвовать. Я даже догадываюсь, кто эта девочка, которая все время хмурится. Но Лукас изо всех сил пытался что-то донести всей команде. Вскоре он развернулся и уверенной походкой направился к девушке. Мы согласны. Она не смогла сдержать улыбки. Окей. Я сегодня созвонюсь с моим хорошим знакомым и можете считать, что дело в шляпе. У нас есть пару дней, чтобы построить номер. Ух, что-то мне не нравится это. Сегодня уже поздно. Может, завтра? Да, я все понимаю. Они стали собирать свои вещи, и Мишель уже развернулась, чтобы уйти. Не будет ли это наглостью, если я попрошу вас уделить мне еще какое-то время? Мы можем пройтись? Если верить их словам, то Лукас мой преданный поклонник. Почему бы и нет? Конечно, Лукас попрощался с ребятами, условившись о встрече для следующей тренировки. Он схватил свой рюкзак и тут же подбежал к суде. Они гуляли по ночному Нью-Йорку, обсуждая тонкости и нюансы танцевального искусства. Не обходилось себе смешных историй, которые они взахлеб пересказывали друг другу. Я всю свою жизнь посвятил танцам, но именно после ваших успехов решил собрать свою команду. Они классные ребята, но не любят танцевать на публике. Спасибо, что помогли их расшевелить. Лукас, вы мне льстите. Думаю, вскоре вы бы сами приняли такое решение. Я лишь немного ускорила процесс, но поверьте моим словам. Вы первая команда, которую я так бесцеремонно продвигаю в конкурс. Все потому, что ваши навыки достойны международного уровня, и я не хочу, чтобы такие танцоры пропадали в безызвестности. Рад слышать. Ваши родители, друзья, знакомые будут гордиться вами. Лукас прокашлялся, словно Мишель сказала что-то лишнее. Да, но родители, к сожалению, уже никогда не увидят меня на сцене. О, прошу прощения, я... Не переживайте, все в порядке. Я слышал, вы тоже лишились семьи, когда были юной. Ну, не то чтобы совсем, но да, это было тяжелое время. Лукасу было явно неудобно, что не перешли с позитивной темы на грустные воспоминания. Оу, послушайте, какой трек нашел. Он развернулся к девушке и попросил ее вдеть в ухо маленький беспроводной наушник. Мишель услышала манящую, страстную и почти интимную мелодию. Не окажете мне честь танцевать с моим кумиром? Ой, это действительно неудобно. Ох, мне как-то неудобно. Лукас взглянул ей в глаза, и она уже не смогла отказать. Он нежно обхватил ее протянутую ладонь, а второй опустил на талию девушки, не позволяя себе ничего лишнего. Мишель без стеснения прижалась к нему. Это... Танго, мисс Мишель. Эй, ты чего замерла? Призрака увидела? Прости, просто вспомнила кое-кого. Ты так и не ответила, кто выступает. Несколько команд, за одну из которых я как раз и болею. И очень хочу оценить их выступления. Тогда не буду задерживать. Они обнялись на прощание, и Молли любезно провела старшую сестру до такси. Мишель вошла в одно из самых элитных мест города. Клуб был заполнен посетителями, но сцены и судейские кресла пока оставались пустыми. Девушка заметила свою компанию, и летящей походкой подошла к ним. Обнять старых друзей. Ох, дорогие мои! Она бросилась к ним, сгребая друзей в групповые объятия. Как же я скучала! Миранда? Обалдеть! Такая прям нежно! Ауч! Снова нежности! Хера увидел девушку, и едва скрывая смущенную улыбку, ставился в пол. Ты чего? Ой, какой красивый в костюме! Мишель, ты прекрасна, и это факт. Я так скучаю по нашей малышке. Оставили ее с новой нянечкой, я переживаю. Дочка. Хера взял ее ладонь, притянул к себе и нежно поцеловал. Я созваниваю с няней каждые несколько часов и интересуюсь всеми деталями, не волнуйся. Итак, спустя полтора года мы вновь собрались. Так давайте же проведем эту ночь таким образом, чтобы нам было стыдно ее вспоминать при следующей встрече. Джастин, я так рада, что ты снял эту, наконец, рубашку. Одобряю. Хера подмирает. Мигнул всем собравшимся. Тогда нам следует побольше выпить. Ну, Клэр, как всегда, красотка. Официант, еще шампанского. Блин, все такие красавчики вообще. Идем на танцпол. Орландо и Чарльз не заставили себя долго ждать. Выпив по бокалу, они понеслись в сторону танцпола. До выступления еще есть немного времени. Вперед! Ребята последовали примеру парней и вышли в центр, присоединяясь к друзьям в зажигательном танце. Мишель стояла в сторонке, волнуясь за Лукаса и его команду, а от них еще не было никаких новостей. Возможно, дело было в усердных тренировках, а может, они передумали в последний момент? Но ей ничего не оставалось, кроме напряженного ожидания. Она облокотилась о барную стойку, рассматривая своих танцующих друзей. На лице засияла улыбка, Мишель с энтузиазмом аплодировала ребятам. И тут музыка затихла, а сцена озарилась ярким светом. Судьи молча вышли из-за кулис и прошли на свои места. Зрители раступились в предвкушении начала выступления. Наконец-то! Конфетка, ты как-то взбудоражена, или мне кажется? Она же неспроста позвала нас сюда. И вправду. Сегодня будет выступать один из моих знакомых. Остальные ребята придвинулись поближе, чтобы расслышать весь разговор. Нервно держишь кулачки? А выступает сам или с командой? С командой. Но признаюсь, все он был единственным, кого эта затея воодушевила. Кто-то хихикнул, но потом... Хочешь сказать, что они, возможно, не придут? И такое может быть. Мы сегодня не связывались, но последние несколько дней мы упорно тренировались, так что... Они придут, я уверен. Почему? Потому что нельзя упускать такой шанс. Танцоры выступали один за другим, но номера были однотипными, однообразными, лишенными смысла. Многие из них старались не для танца, как это было раньше, а для денежного выигрыша и славы. Ребята стояли у самых кулис и наслаждались шоу, пока по ту сторону занавеса не раздался оглушительный стук, сопровождающийся мужским криком. Что происходит? Я сейчас приду. Девушка оставила своих друзей и пошла на шум. Что здесь происходит? Вопли доносятся аж до зала. Парень, стоящий к ней спиной, агрессивно развернулся на ее голос. Лукас? Ох, Мишель, прости меня. Простить? Мишель оглянулась по сторонам и поняла, что больше никого в комнате нет. Где остальные? Они отказались в последний момент. Вы знаете, я, если честно, не удивлена, но Лукаса жалко. Я не знаю, что произошло, но они просто развернулись и ушли. Возможно, дело в том, что их лидер пошел наперекор своим принципам. Они же изначально были не особо за эту идею. Но мы же тренировались. Они с кожи вон лезли, чтобы выучить танец. Это уже называется трусостью и предательством своего друга. Я полностью согласна. Если ты уже во что-то ввязался, что-то начал делать, то доводи дело до конца. А вот так вот слиться в последнюю минуту, это очень низко выглядит. Если тебе не нравится затея, то скажи об этом сразу и не пудри людям мозги. Я же делал все ради них. Как успокоить? Привести в чувства? Мишель подошла к нему, нервно дергая себя за прятку. Слушай, сейчас нет времени страдать по команде. Твое выступление скоро начнется, поэтому ты берешь себя в руки, и мы решаем проблему. У меня нет команды, я не смогу выйти на сцену. Мишель изо всех сил пыталась придумать решение проблемы. Внезапно она замерла. Рискованный, но интересный вариант. Мы станцуем вместе. А ей можно участвовать? Лукас моргнул, не находя подходящих слов. Ты говорил, что запомнил наше последнее выступление в Сиэтле, да? Как насчет того, чтобы совместить его с тем танго? Должно получиться прекрасно, но... А в конце добавим перчинки, которые раньше любили использовать Торнадо Бойс. Но как? Мы не успеем. Стой здесь. Девушка выбежала к своим ребятам, которые не сводили глаз со сцены. По их лицам было видно, что они обсуждают всех выходящих танцоров. Итак, нужна помощь. Друзья повернулись к ней. Клэр, Миранда, Орландо и Чарльз, вы нужны мне сейчас. Они молча кивнули. Мишель указала на закулисье, и танцоры отправились туда. Дорогая, что у вас там происходит? Девушка остановилась и повернулась к своему избраннику. «Хиро, у парня проблемы с командой. Ему нужна моя помощь. Ты же не против, если я выйду на сцену и выступлю вместе с ним и остальными?» Она жалобно взглянула на Хиро. Он широко улыбнулся и поцеловал ее в лоб. «Удачи, родная». Это так мило и трогательно. Миранда, явно недовольна происходящим, оценивающе смотрела на Лукаса. «Объясняй, Мишель». «А что объяснять? Кажется, и так все понятно». Ну, Миранде вообще никогда ничего не нравилось. Лукас сделал шаг назад, предоставив разбор полетов девушке. Если вкратце, то от парня отвернулась вся команда прямо за несколько минут до выступления. Он очень талантливый танцор, и несмотря на сложившуюся ситуацию, стоит здесь, ждет своего выхода. У него есть шанс пройти дальше, но... «Ему нужна помощь, и я выбрала вас, так как вы больше всего уделяли время танцам». «Мало времени, что танцуем». Смотрите, у него лицо паники. «Нужно что-то знакомое, чтобы не заучивать». Мишель улыбнулась, обрадована безусловной поддержкой. «Танцуем финальный танец в Сиэтле. Делаем медленный переход середины танца к танго». «Ого». «И, кстати, о танго». «Парни, придется в какой-то момент распрощаться с рубашками». «Как у вас дела с прессом?» «Есть, есть». «С рубашками?» «Что это значит?» «Мальчик, вливайся в нашу атмосферу». «А?» «Опа». «Клэр, ты танцуешь с Орланду, Чарльз на тебе, Миранда». «Я пойду к Лукасу, потому что вы, дамы, съедите его своей доминантностью». «Это да». У них почти не было времени на то, чтобы прогнать весь танец, но на выручку пришел многолетний опыт. «Может, лучше вот так?» «Зайчонок, этим движением ты угробишь финал. Тут нужно так». Первые пару минут Лукас двигался очень скованно, но Мишель взглядом приказала ему успокоиться. «А у вас так работает?» «Я наоборот, начинаю нервничать еще больше, когда меня успокаивают». «Ведущий на сцене объявил следующую команду. Настало их время. Так держим кулачки». «Просто расслабься, ясно? Импровизация нас еще не подводила. Мы справимся. Ты выиграешь». «После того, что произошло, я не знаю, стоит ли». «Сделай это не ради победы, сделай это ради себя и своего будущего». Ну да, он когда победит, то новая команда появится очень быстро. Она взяла его за руку, и они вышли на сцену. Парни встали на заднем плане, повернувшись к зрителям спиной. Мишель, Клэр и Миранда замерли у самого края сцены, повторив движения остальных. Но в этот раз они держали не посохи, а что-то похоже на светящиеся ленты, как у гимнасток. Обалдеть! Ого! Каблы у Клэр! Ничего себе! Девушки подпрыгнули, оборачиваясь к зрителям. Их ленты обивали тела, подсвечивая мягкие изгибы. Судьи недоверчиво сматривались в лицо центральной танцовщицы. «На живу я проблем». Каждый парень подошел к своей девушке и отбросил ленту в сторону, обхватив танцовщицу за талию. Лукас все еще двигался немного неуверенно, и Мишель направляла его. Через минуту музыка сменилась на ту, что не слушали с Лукасом по дороге домой. «Помнишь?» «Такое вряд ли забудешь». Она протянула ему одну ладонь, а второй схватилась за его плечо. Он приобнял ее за талию, притягивая ближе к себе. Подстраиваясь под ритм музыки, пары отдались страстному танцу. Несколько минут назад Мишель вела Лукаса, но теперь все изменилось. Он взял инициативу на себя. Расстояние между ними сокращалось ежесекундно. Лукас закружил девушку на месте, и она закинула на него одну ногу, а вторую вытянула вверх. «Вау!» «Горячо, ребята!» Они стояли ближе всех к зрителям, все внимание было приковано к ним. Мишель развернулась к Лукасу спиной, руки парня скользнули по ее бедрам. Танцовщица усмехнулась, ощущая на себе взгляды посетителей клуба. Она подмигнула своей команде, и в этот момент девушки разорвали рубашки парней. Разорвали! Зал взорвался аплодисментами и улюлюканьем. Мишель прижалась к Лукасу всем телом, заканчивая танец. Ой, это, конечно, но это в стиле торнадо бойс, однозначно. Команда ушла за кулисы под бурной овацией. Для Орландо и Чарльза уже были подготовлены новые рубашки, а Лукас одеваться не спешил. Что, слишком жарко? Это было необычно. Я и мечтать не мог, что буду танцевать со своим кумиром. Мечтам свойственно исполняться. Добрый вечер, Мишель. Главный судья. Она закатила глаза, услышав голос судей за спиной. Черт! На пару слов? Конечно. Так, у нас неприятности. Они отошли в угол. Слушаю. Я пошел вам на уступки и принял команду, которая не подавала заявки на участие. И чем расплачиваетесь вы? Я все понимаю, но в последний момент почти вся команда отказалась от выступления. А парень очень способный и не хотелось. Вы нарушаете правила, понимаете? Вам запрещено участвовать в подобных конкурсах. Нам стоит дисквалифицировать команду. Что? Так, ну если ей нельзя было, она могла сама не выступать, а попросить ребят выступить просто. Нет, стойте! Мишель, вы готовы отказаться от судейства на неопределенный срок, чтобы помочь случайному незнакомцу? Ого! Вот оно как! Мишель немного подумала над его словами. Знаете что? Да, пожалуйста! Лишайте меня права на судейство! Мужчина удивленно моргнула. Я уверена в своих силах и знаю, что это не сломает меня. Да, Мишелька, не сломает. Ваша репутация окажется ниже Пли. А когда меня это волновало? А я не считаю, что ее репутация окажется ниже Плинтуса, за что как раз танцоры ее поймут. Он хмыкнул. Но если вы не оцените талант этого молодого человека по достоинству, то проблемы будут уже не у меня. Это окончательное решение? Да. Судья ничего не ответил и вернулся к своим коллегам, но Мишель знала, что у них все получится. Лукас смог одержать победу в конкурсе, однако она была лишена полномочий судей на год. Да, на год! Ничего страшного! Всего на год! Оно того стоило однозначно! Тем более у нас маленький ребенок. Будет хороший повод провести вместе с семьей больше времени. Вообще расстраиваться нет причин. Ее это не очень пугало, ведь она могла спорить любое решение, но пока что она решила посвятить освободившееся время подготовке своего нового ученика. Благодаря ее упорству Лукас увидел мир танцев с неизвестной ему стороны, а мир танцев удивил его. Мишель осталась такой же самоотверженной, уверенной в себе и непоколебимой. Верные друзья пришли к ней на помощь даже спустя годы. Танец сближает сердца и рассказывает нам новые истории. Остается только смотреть и слушать. И, конечно же, танцевать так, будто никто не видит. Команда клуба романтики поздравляет вас с окончанием специального выпуска в ритме страсти. Спасибо, что остаетесь с нами. Это было офигенно! Просто пять звездочек без вопросов. У меня мурашки просто бешеные. Здесь вот полностью передана атмосфера истории в ритме страсти. Соревновательная, дружественная и вдохновляющая серия. Мне безумно понравилось. Конечно, я бы не отказалась от более глубокого общения с каждым из ребят, но тогда серия была бы больше часа, наверное, а то и полтора. Я в любом случае надеюсь, что это не последний спецвыпуск. Почему бы не выпускать их периодически? Согласны, друзья? Лично я была очень счастлива снова окунуться в эту атмосферу в ритме страсти. Друзья, пишите обязательно ваши впечатления по поводу этого спецвыпуска в комментариях под видео. Не забывайте, что плейлист истории в ритме страсти вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok